Вот этот замок выкорчеван вообще, вот этот вот замок сломан, и вот этот тоже не работает. То, что беда не приходит одна, Надежда Николаевна убедилась на собственном опыте. Вернувшись с похорон матери, пенсионерка обнаружила, что ее квартира нараспашку. По словам соседки, дверь взломали сотрудники МЧС и полицейские, которых она вызвала. Поводом стал подозрительный запах. Соседка из квартиры 273 почему-то решила, что раз я нигде не появляюсь, никаких жизней не слышно около меня, она решила, что я сдохла, валяюсь в квартире и просто воняю. Дома Надежды Николаевны не было полмесяца. Женщина уехала ухаживать за матерью, больной раком, а потом занималась ее похоронами. О своем отъезде, рассказывает хозяйка, она предупреждала соседей сверху. То, вернувшись, обнаружила сломанные замки и пропажу 30 тысяч. Оказалось, квартира была открыта целые сутки. Починить сломанные замки после случившегося никто не попытался. Испорченную дверь даже ничем не подперли. Ее просто решили приклеить к косяку вот такими бумажками. К слову, эта идея пришла к той же соседке слева. Сама соседка утверждает, что не ожидала таких последствий. Они подумали, подумали, сказали, мы под свою ответственность откроем дверь. Если что, мы будем за нашу работу останавливаться. То есть они сами это приняли. Мы им не предлагали. А почему дверь оказалась открытой? Она расслаблена. Уехали. Милиция ничего не сказала, ушла. Мы сами ее запечатали, как могли, заклеили и караулили. Вот ночью и следующий день пока там уже уехал в цех. Как говорят жильцы дома, связаться с Надеждой Николаевной они не смогли, потому что не знали номера. Найти хозяйку доверили жилищному кооперативу. Однако оттуда ей позвонили лишь после взлома. Ее нашли, спросили, где она находится, как она находится. Больше никаких, вообще никакой истории про двери. Нигде, ни с какой стороны. Даже слыхи не слыхали. Однако искать хозяйку должны были и сами сотрудники полиции, говорят юристы. А оставленная без присмотра квартира – это вообще что-то из ряда вон. В данном случае вполне возможно, что ущерб причинен неправомерными действиями не только воров, но и сотрудников правоохранительных органов. Я посоветую обратиться с заявлением к начальнику ГУВД Свердловской области, в котором описать всю эту ситуацию и потребовать разрешения вопроса о компенсации того ущерба, который был причинен. Кроме того, женщине советуют написать заявление о краже. Тех, кто мог взять деньги, вероятно, видели соседи напротив. По их словам, в квартиру заходили посторонние мужчины и женщины. Она шарилась в большой комнате, а он шарился на кухне, вот здесь в коридоре. Что-то смотрели. Ну, все. Это не местные жители, да? Я не видела, они не в гражданском были. То есть на них не было погонов. Они просто вот ходили и все. Как выяснилось, факт кражи полиция уже проверяет. Что касается взломанных дверей, то их утверждают правоохранители. Должны были ремонтировать не они, а коммунальные службы. Какие именно, тоже выясняется. Но и хозяйка не намерена сидеть сложа руки. Планирует обратиться в суд, чтобы получить компенсацию за ущерб. Благо один из замков все же закрывается, хоть и с большим трудом. Да елки, папки. Юлия Анашкина, Иван Быков. Главные новости Екатеринбурга.